Всем привет, а это снова Дед. Дед продолжает жить, поживать и добра наживать. Дед переехал на версию 1.5 и переехал довольно безболезненно, а значит его приключения продолжаются, но теперь в аномалии. Гости вон тут ходят, топчутся на кухне, сволочи. Хотел было с ними поторговать, но торговля не происходит. Видать после перехода на 1.5 этот караван забаговался. Что ж, подождем пока уйдут. Но Дед ведь любит гостей. Дед в прошлой серии принял новых гостей со свойственным ему радушием и гостеприимством. Ну а что, сами не хотели оставаться, правда же? Сидят вот теперь, думают над своим поведением. Все последователи Деда начали слышать эхо психического послания от извращенного нечеловеческого сознания. Ну и мы сосредоточившись и поднатужившись, решаем на него ответить. Что будет, то будет. А будет какой-то странный, таинственный, страшный, непонятный кусок чего-то, чем бы оно ни было. Вообще пришлось потратить немного времени, чтобы вспомнить, что тут вообще у меня происходит, кто чем занимался, ну и так далее. Тюрьма вот не достроена. Комнат нет для новичков. Скоро начнется нехватка еды. А те две из трех комнат внизу, я вообще не помню, зачем освободил и что там планировал сделать. Кто-то помнит? Недолго думая, еще пришли торговцы. А эти даже еще не собираются уходить. Забавно. Еще одни. Их че поперло-то? Рэнди как всегда, в общем. Вспомнить вообще все будет, скорее всего, нереально, поэтому буду заново все придумывать. Надо добавить творчество в жизнь колонии, стол для художников в мастерской поставим, кто-нибудь будет ваять скульптурки, ну и будет красиво. В столовой поставим, в комнатах, даже в тюрьме поставим. У одного из новых торгашей, которые пришли, купил компоненты, другим продал кучу всякого срамного оружия, которое рейдеры приносили. Вообще, каждый раз, когда торгаши приходят, и товаров много, надо вот это все продавать и покупать, это прямо какое-то залипалово. А знаете, во что еще можно залипнуть? Свеженькую MMORPG TARIS LAND. Создатели TARIS LAND вдохновлялись классическими MMORPG. Здесь вы можете выбрать героя из 9 уникальных классов, каждый из которых имеют по 2 специализации. А гибкая система талантов позволит дополнительно расширить боевые возможности вашего персонажа. И что круто, играть можно будет как на ПК, так и на мобилке. Для тех, кто уже в клубе, до 22 июля проходит эксклюзивное событие NIMO TV TARIS LAND. Нужно будет загрузить игру на NIMO TV, и в подарок можно будет получить эксклюзивные аватары и кучу полезных ништяков. И уже с сегодняшнего дня не пропусти легендарный чемпионат подземелий. Это шанс победить дракона Скверны и выиграть особые награды. Объединяясь с другими игроками и выполняя задания, вы получите лотерейные билеты и сможете поучаствовать в розыгрыше реальных призов. Исследуй огромный мир, участвуй в рейдах и подземельях, приводи друзей, чтобы получить королевского броненосца. Погрузись в этот затягивающий мир и забирай свои призы. Ну и чего ты ждешь? Загружай TARIS LAND. Ссылка в описании под видео. Только подумал, что вот бы рейд на эти два каравана у ворот, и вот он рейд. Правда, хрень эта, блин, а не рейд. Надежды на халявный лут нет. По советам из комментариев, делают для рабов рабские шлейки, но чтоб не бунтовали. Забавно, что их делают сами рабы. Сами для себя. Какое ироние, правда? Пока мы там шуршали, тут уже мясо и тела повсюду валяются. Живых, правда, не осталось. А это мадам из каравана. Мы ее трогать не будем. Мы ее спасем и потом отпустим. Обратил внимание, что у многих пешек есть дебаф в заперти. И в этот момент заметил, что вот этот вот центральный большой коридор зачем-то с крышей. Но решил открыть, чтобы они пока идут из других комнат на кухню, например, дышали свежим воздухом и не печалились. В моменты, когда кажется, что все чудесно, обычно случается какое-нибудь говно. Например, как вот этот кластер механоидов, падающий с неба. Но тут всего один улан и пара мелких турелей. И генератор погоды, который через 7 дней сделает нам тут туманно. Могло бы быть, конечно, и хуже. Будем надеяться, что их снесет какой-нибудь ближайший рейд. Сам я к ним соваться не планирую. Первым, кто подумал о своем поведении, был Блэкберн. Теперь он часть колонии. Ценный мужик-фермер, ну и неплохой боец, и в целом много еще чего умеет в свои-то бородатые 20 лет. Присоединение еще одного фермера заставило меня переосмыслить все прилегающие территории и осознать, что тут все нужно нахрен переделывать. И начать я решил с загона для животных, который теперь будет вот тут слева у скалы. Загон размещен дико неудобно и теперь станет сподручнее, как мне кажется. Еще немного тут копнем в гору и будет хлев. А на месте загона мы сделаем большие посадки растительной провизии. Ну и тут Рэнди решает добавить нам экшона. И на нас впервые нападают шамблеры. Четверо с юга и еще парочка с востока. Проблема в том, что мы вообще не готовы, ну в плане вооружения. Огнестрела мало, брони вообще нет. А шамблеры бьют больно, насколько я помню. Ну что ж, будем пробовать застопить их рукопашниками и расстрелять. Возможно кто-то не выживет, но я уже был морально к этому готов. Шамблеров вооружил людей всем, что было на складе. Даже арбалет пошел в бой. Повезло, что шамблеры немного тупые и в первую очередь начали кидаться на животных. В итоге мы отделались малой кровью. И по сути пострадала только девочка-раб, которую шамблер уложил буквально одним ударом. И новичок, получивший пару ранений. Не отходя от битвы, все снова принялись за работу. Перетаскивали кровати животных, разбирали старый забор. А бурч залечивал животных, которых успевал. Ну из тех, которых шамблеры покусали. А потом мы просто всей кучей и по-быстрому расчистили завалы древнего хлама, которые оказались в новом загоне. А всю территорию, которая поддается посадкам, засеемо дуванчиком. Это по-моему самый лучший вариант. Или есть получше. Несколько дней было довольно тихо и мы занимались чем попало. Из полезного вот тюрьму почти достроили. Прямо все как полагается. Полы и стены из камня, отдельные камеры, специальные тюремные двери. Пронаблюдал ночью один забавный эпизод. Одни баригены забили стрелку другим аборигенам недалеко от нашей базы. Прям пришли две большие группы, постояли, помялись и устроили махач. При этом отмудухали одни и других очень как-то быстро. Ибо нефиг на импидо всоваться, наверное. Я было подумал, что может кого-то из раненых подобрать удастся, но они после легкого перекура довольно жестоко добили раненых. Собрали все трофеи и ушли. Сурово. Что ж, место тут освободили, разобрали старый забор, унесли трупы шамблеров и на этом месте замутим большущий огород, чтобы тут росло всего много сразу. Там рис, клубничка, хлопчатник, ну и дымолист. Ну а что, продавать будем не для себя же. Еще один рейд. И это уже вооруженные ребята. Высадились на юге карты и походу они зацепят механоидов, когда пойдут к нам. Ну и естественно они их зацепили. И что удивительно, они их развалили вообще на изи. У меня такие надежды были на меховские турели. По огнестрелу мы конечно сильно уступали, поэтому надежда была только на то, чтобы склонить их принудительно к ближнему бою. Мешали только их токсичные гранаты, метатели которых мы пытались выключить максимально оперативно. Ну и итог, почти ноль ранений. Я даже как-то удивлен был. Трофеи мы собрали, живого в тюрячку новую кинули. Он конечно почти бесполезный, но если что мы его продадим работорговцам каким-нибудь. Ну и пока ребята на кураже сходили расстреляли генератор погоды. Просто так, для фана, а то дымить скоро начнет. К этому моменту наши мозговитые парни изучили возможность производства нормального огнестрела. Заказал пару ппшек и пару ручных пулеметов. И как будто знали, дружественная фракция присылает информацию о нетронутых руинах где-то тут неподалеку, в которых может быть что-то ценное. Идти три дня. В принципе можно попробовать, но сначала я все-таки решил дождаться нового огнестрела. Не с луками же туда идти. Пока общим собранием решили деда назначить лидером фракции. Почему я этого раньше не сделал, я не понимаю. Все прошло хорошо, всем понравилось. Особенно деду. После пары дней ожидания нового оружия, мы собрали караван и он отправился в путь, к тем самым нетронутым руинам в надежде сорвать большой куш. На большой куш я реально рассчитывал. Недавно сын ходил в подобный поход на своей колонии, так ему удалось вынести из руин около 8 тысяч серебра и полторы тысячи золота. Не говоря уже о куче разного дорогого и не очень хлама. Ребята собрались и ушли в путь дорогу. Пока они идут, нужно было заняться чем-то полезным. Пешки, шастая вот тут, постоянно получали дебаф от увиденных трупов. Ну тут у нас свалочка с трупами. Чтобы этого больше не происходило, свалку трупов тут оградим стеной, чтобы они не видели этого безобразия, когда ходят мимо. В колонии осталось всего 4 пешки. Главное, чтобы не напал никто в это время, так как по сути в колонии остались самые беззащитные. И вот караван на месте. Тут уже идет какой-то легкий замес. Под взрывы гранат, воюющих между собой фракции, мы открыли огонь по всем сразу, попутно уворачиваясь от токсичных гранат. Врагов было немного, и угрозы они особо для нас не представляли. Но нужно было зачистить их всех, чтобы безопасно обыскать руины. На складах вижу только всякий хлам. Очень жаль. Надежда не оправдалась, к сожалению. По итогу, все, что мы вынесли отсюда, это 500 серебра, некоторое количество кожи, стали и нефрита, пару компонентов, все оружие, которое тут оставили бойцы противника, пару стаков кукурузы и риса, и несколько высоких стеллажей из дерева, шедевральную кровать и диско-шар. А еще успели приручить лошадь. Что интересно, ни стеллажи, ни кровать, ни диско-шар до дома почему-то не доехали. Я так и не понял, почему их просто не было по прибытии. Странно. В отсутствии руководства колонии, Ирвин заинтересовался таинственным монолитом, который уже несколько раз вызывал странные видения у поселенцев, и решил его осмотреть. Он начал искрить, гудеть и издавать страшные звуки, которые вызывали просто неподдельный ужас. Ирвин не выдержал и сбежал. Решили подождать начальство. А пока ждали караван, занимались рутиной, собирали урожай, поддерживали чистоту и продолжали изучение технологий. А когда ребята прибыли, все радовались, что они живы и здоровы. Плохо, конечно, что на варс, походу, так себе, но рандом есть рандом, ничего не поделаешь. Что ж, начальство прибыло, и уже сам дед решил посмотреть, что это за хрень тут творится у этого монолита. Дед смотрел на него, смотрел, а потом как, все понял? Монолит этот, это дверь в другую реальность, и мы только что ее приоткрыли. И изучение этой реальности сулит нам как многие интересные ништяки, так и многие не менее интересные беды. И мы решили, что будем продолжать изучение этой аномалии. Теперь я осознал, что будет с теми пустующими комнатами в южной части базы. Это будет основа для нашего центра изучения аномалии. И это будут две первые камеры для потусторонних существ, которых, возможно, нам удастся захватить и изучить. И твари не заставили себя долго ждать. Первый взглядократно пал на Фитца, когда тот ночью возвращался на базу. Ребята подоспели как раз вовремя и в короткой очереди вырубили взглядокрада. Тварь жива, и мы ее захватываем, несмотря на то, что тюрьма для этих тварей еще не совсем готова. Мы быстро провели в камеру свет, который должен быть всегда включен, и поставили тяжелую дверь. А также начали менять полнобетонный. А Бурбон уже вовсю изучает новую тварь. Его друзья, ведомые криком, тоже не заставили себя долго ждать. Целых три взглядокрада раскрылись прямо у нашей базы, напав на бедную Мисаки, которая в это время делала обход загона с животными. Против наших новых пулеметов они бессильны, конечно, и мы быстро им показали, где их место на самом деле. Одного мы забрали на изучение, а остальных пустили в расход. Посадили его во вторую камеру, которую тоже в экстренном порядке подготовили и завершили. И вот уже в который раз в процессе боя было повреждено ограждение загона с животными, и решено было заменить его на забор из сетки рабицы, которая в несколько раз прочнее обычного деревянного заборчика. Эх, не видать нам спокойствия, похоже. Наше поселение накрыло пелена смерти. Мертвенно-белое облако, которое воскрешает трупы. Грядет восстание мертвецов. Интересно. А что еще интереснее, так это то, что я походу не зря закрыл свалку с трупами стенами, так как пешке же еще крышу там возвели, а значит туда пелена смерти не проберется. Просто прикиньте, вот эта вот вся куча трупов сейчас оживет и пойдет в сторону базы, будет неприкольно. Сейчас еще пару трупов-шамблеров туда занесем и будет норм. И это как раз было вовремя, так как буквально через минуту нас накрыло этой пеленой и трупы начали оживать. Все вокруг стало мертвенно-серым, а звуки эмбиента стали мрачными и навевали дрожь. Это были трупы, которые остались от того замеса аборигенов на востоке нашей местности. Причем интересно, если убить поднятого пеленой смерти шамблера, то через некоторое время ам воскреснет снова. А что еще забавней, убитая олениха тоже стала шамблером. Мрак какой-то. В этот момент я и начал задумываться об автономной обороне от тварей, которые будут приходить. Явно дело одними шамблерами и взглядокрадами не закончится. У меня были изучены некие сторожевые шестиствольные турели. И как оказалось, они автономные. То есть не требуют питания, что довольно интересно. Единственный их минус – прочность ствола очень низкая, всего 60 единиц. Зона действия этих турелей как раз покрывала всю зону перед входом на базу и загон с животными. Там чаще всего вскрывались взглядокрады. Пока весь этот шухер происходил, был готов первый комплект современной брони. Комплект полицейской брони достался женщине как самому умелому бойцу ближнего боя. Из расчета на то, что она с копьем в руках будет сдерживать врага, пока другие в него стреляют. А вот и турели готовы. Блин, брутально выглядят. Интересно даже, как они себя в бою проявят. Так как прогресс не стоит на месте и наши технологии развиваются, нам понадобилось расширить лабораторию для установки высокоточных столов исследования. Нужно было двигаться дальше, в сторону высокотехнологичного оборудования, брони и оружия. Быстрая перекомпоновка лаборатории и вуаля, красота и удобство. Имперцы предложили немного на них поработать. Их корабль сбоит и нужно где-то приземлиться, а мы должны защитить экипаж. Ну а почему бы нет, пусть приземляются. Челнок, правда, упал прямо на поле риса, замяв часть урожая. Зараза. Но фиг с ним. Там четверо членов экипажа, вооруженных только двое. А гости по их душу пришли утром. Группа из пяти импидов. Очень неприятные ребята, особенно в ближнем бою, поэтому надежда на огнестрел. Поджарить они нас все-таки немного успели, но совсем не критично. Экипаж мы защитили, трофеи собраны, недобитка унесли в тюрячку с целью будущей продажи. Разобрали челнок и готово. А деду дали титул. Вот. Наступил более-менее спокойный период, не считая очередной сухой грозы. Мы усилили производство полицейской брони, готовилось еще несколько комплектов. Была цель одеть в нее всех основных бойцов, чтобы иметь возможность более уверенно отбиваться от рейдов и нападающих тварей. Наводили марафет вокруг базы, прокладывали дорожки, расширили склад, добавив большой отдел для сваливания всякой одежды. Старались контролить пожар, так как благодаря сухой грозе полыхала уже половина местности. Дед толкнул воодушевляющую речь лидера, и мы решили на кураже сходить в ближайший лагерь золотодобытчиков, где убили пятерых аборигенов ради каких-то жалких 75 единиц золота. Что мы за люди? Но как бы то ни было, жизнь в колонии продолжалась. Мы развивались и даже благоустроили тюрьму для наших заключенных и немного увеличили камеры. Один из взглядокрадов сумел вырваться и попытался сбежать, но быстро был остановлен дедом и женщиной, которые сразу после всего этого дела подрались, видимо поспорив о методах поимки тварей. Хотя женщина в последнее время часто конфликтует, недавно тоже с Бурчем на кухне подралась, ПМС может. В общем, что бы ни происходило, деду нравилось. Ну а что будет дальше, увидим. Вот еще одна очередная часть приключений деда подошла к концу, дальше будет только веселее. Спасибо всем за просмотр, бахните лайк, если вы этого еще не сделали, подпишитесь на канал, если вы все еще сидите без подписки, смотрите другие видосы по римке, а с вами был Джексон, до встречи в следующих видосах, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова